Седьмая кадетская школа на улице Облуково – одно из старейших учебных заведений города. Её основала известный педагог Вера Васильевна Кашкадамова. Ещё в 1969-м школа переехала в новое здание в микрорайон Пески. С тех пор крупные ремонтные работы здесь ни разу не проводились. Наши дети, родители, учителя, они, конечно, заслуживают более лучших условий, современных, качественных, для того, чтобы нам не стыдно было проводить все конкурсы. И мы на базе нашей школы принимали неоднократно конкурсы городского и областного уровня. Педагогический дебют, учитель года, самый классный-классный. Педагоги из других школ города, области приходили и радовались за то, что у нас такой тёплый, хороший коллектив душевный, но немножко расстраивались, глядя на наши стены. Здание находится в довольно плачевном состоянии. Внутри облезлые стены, потолки и полы. Снаружи покосившийся забор и худая крыша. В конце 2023 года учреждение вошло в федеральную президентскую программу. Объём работы очень большой. Подрядчикам предстоит отремонтировать кровлю, заменить коммуникации, обновить фасады, внутренние помещения. В том числе в планах заменить оборудование в кабинетах физики и ОБЖ. Все конкурентные процедуры мы провели. Заключены муниципальные контракты. Вот, собственно говоря, приступили к реализации этих контрактов. Сегодня мы провели первое рабочее совещание с представителем подрядной организации, которое будет осуществлять ремонтные работы на школе номер 7. Обсудили вопросы организации работ. К четвергу подрядная организация представит нам детальный график проведения работ. В соответствии с нормами СанПИН во время ремонтных работ детей в образовательной организации быть не должно. Так что, пока в здании будут наводить красоту, ребята будут учиться во вторую смену в гимназии номер 24 и школе номер 51, которые находятся по соседству. Родители и ученики отнеслись к неудобствам с пониманием. Неудобств, конечно, очень много. Пойдем мы по другим школам всех детей распределять. Плюс еще вторая смена. Это, конечно, некоторые неудобства. Но я вижу, что школа наша нуждается в ремонте. То есть везде. Спортивные залы, классы, и полы, и отопление наше. Это очень нужное дело. Вместе с учениками в других школах будут работать и их учителя. В учреждениях усилена система безопасности. А во время перемен будут дежурить педагоги. У нас первый и четвертый питаются по президентской программе. У нас работает программа «Забота». И она также будет работать, несмотря на то, что дети обучаются в других школах. Потому что благодаря встречам и договоренностям с операторами питания усилены пищеблоки поварами и дополнительно еще сотрудниками. Тем временем все ремонтные работы в седьмой школе будут контролировать МБУ-строй заказчик, управление образования, директор и родители. Все работы должны быть завершены к августу, чтобы новый учебный год кадеты начали в новой современной школе. Анна Тищенко, Улправда ТВ.